28 июня состоялась защита дорожной карты Инженерного института Казанского федерального университета. В начале Шадга Фуров отметил, что всем институтам необходимо участвовать в госпрограммах-грантах. Целесообразность обсуждалась в подаче совместных заявок на участие в различных федеральных целевых программах. Поэтому надо интенсифицировать эту работу, тем более участие в последних грантах показывает, что от ним мы не особо проходим. Защита стратегического документа традиционно стоит из трех частей. Это отчеты о проделанной работе, представления непосредственно стратегии на предстоящий период, а также сверху внешних показателей эффективной деятельности. Инженерное направление представлено 15% от всего общего контингента Казанского федерального университета. Разделение в КФУ столько и 15% составляет инженерное образование. Образовательная деятельность у нас построена по принципу такой, как мы сделали по педагогическому образованию, предложенной в свое время в Шатрах-Кашу, где распределенная система инженерного образования под курацией инженерного института. Стоит отметить, что внутри университета инженерный институт занимает достаточно неплохую позицию, но особую тревогу вызывает низкий уровень привлечения денежных средств, особенно в сравнении с первоначальными инвестициями и низкое качество журналов, выбранных для публикаций. Если убрать бюджетную составляющую, то объем средств, полученных за счет выполнения НИР и ОКР, всего 1,9, при планируемых 28. То есть это все-таки с учетом тех вложений, оно кажется самым проблемным. Несмотря на много меньшую численность сотрудников, 25 против 231, показатели публикации и цитирований практически близки к МГТУ имени Баумана. Но при этом они попали в предметный рейтинг, а нас нет. Это связано с тем, что у нас публикации не сфокусированы. Стоимость обучения на 2017-2018 год в инженерном институте составляет 170 тысяч рублей. Это большая сумма, и институту следует приложить дополнительные усилия для привлечения абитуриентов. Если мы говорим о разработчиках, о том, что было показано разработчикам в формате будущей профессии, то каждый должен получить компетенцию. Разработчик должен быть программного обеспечения, разработчик навигации, разработчик железа. То есть мы должны составить бакалаврские программы для них. При этом мы должны понимать, что базовая часть у всех трех бакалаврских программ должна быть одинаково, с тем, чтобы минимизовать затраты по лаборатории. Предложенная инженерным институтом стратегия требует серьезной доработки, в частности пошагового формулирования этапов для достижения цели университета, а потому не была принята. Теперь коллективу института предстоит провести серьезную работу над ошибками и представить новую редакцию дорожной карты. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.